Здесь тоже они должны были под ключ сделать, но здесь была также сделана только штукатурка. Остальное мы уже как частично тут сами доделали. Здесь вот получается. То, что они сделали, только штукатурка и все. Вот так вот. Но остальное мы вот фанеру уже сами доделали, хотя это они должны были делать. Сергей Константинович заказал ремонт двух черновых квартир. Предоплата за работу вместе с приобретением стройматериалов обошлась в 300 тысяч рублей. Работники фирмы школы мастеров «Надежда», которую он нанял, отштукатурили стены. А на большее их, увы, не хватило. Список электромонтажных, сантехнических и 82% отделочных работ так и остались лишь на бумаге в техническом задании. Здесь ничего вообще не было в этой квартире. То есть, что они, получается, сделали, они только провели вот эту штукатурку и все. Нет, это пол, это все мы сами делали уже. Это мы уже потом после экспертизы. То есть, пол, это все сами. Они ничего вообще этого не делали. Соседняя квартира также находилась в черновом варианте. Обустроить это помещение помогла другая компания. А со школой мастеров пришлось разговаривать в судебном порядке. Но, несмотря на удовлетворенный иск, исполнительные органы до сих пор не взыскали деньги. По словам Сергея, во многом это связано с тем, что офис фирмы расположен не по юридическому адресу и их попросту не могут найти. Здравствуйте. Школа мастеров? Да. Как мы выяснили, выйти на связь с сотрудниками фирмы не составило огромного труда. Нам достаточно было лишь позвонить под предлогом замены линолеума. В ходе разговора стало ясно, компания все еще функционирует и готова выполнить работу в течение суток. Мало того, мне даже предложили 30-процентную скидку на материалы из крупных торговых комплексов. То есть, точно такую же скидку я могу получить, если захочу поменять покрытие, скажем, на паркет или на что-нибудь такое? Да, конечно, это наша скидка, наша организация скидка. Мы просто с вами должны будем заранее созвониться и вместе съездить и купить. По словам Сергея, с материалами его также ждал подвох. Вместо березы привезли сосну. Штукатурка оказалась просроченная, фанера, бывшая в употреблении, вздутая и влажная. Потому порекомендовал отказаться от столь выгодных условий, как и от ремонта в моей однушке. Я хочу предупредить жителей города Улан-Удэ, а также жителей Бурятия, чтобы они ни под каким предлогом не обращались в компанию ООО «Школа мастеров надежды». Добавлю, что семейство Кузьминых отнюдь не единственные, кто попался на удочку «Школа мастеров». Обманутыми оказались как минимум три физлица и одна юридическая компания. Со своей стороны мы готовы предоставить эфирное время компании «Школа мастеров», чтобы высказать свое мнение насчет предъявленных им обвинений.